привет те кто следят за нашими видео уже знают что мы переехали в израиль сейчас мы здесь сегодня 28 февраля по нашим меркам погода удивительно летняя не знаю может это нам конечно так кажется очень тепло очень жарко майках на улице гуляем для нас сейчас здесь все новое мы изучаем окрестность нашего района ближе всего к нам парк в котором мы сейчас находимся с собаками называется зимний не знаю почему такое название но скорее всего это связано с тем что круг наполняется именно зимой когда идет период дождей здесь очень красиво здесь такая красивая эвкалиптовая роща которая за нами несколько раз мы здесь уже гуляли собаки в полном восторге от этого я думаю что они будут более скованные для сначала потому что новые запахи новые насекомые новые звуки но никто очень быстро адаптировались кайфу здесь мы еще все нравится здесь конечно много разных насекомых различных новый для нас новых паразитов немного информации прочитали выбрали для себя препарат который называется бровьер так защищает вот вещей и от но собак уже все это дали поэтому пока чувствую себя уверенно что никакие паразиты к нам не прицепятся надеемся на это по крайней мере сам парк представляет из себя пруд который окружен деревьями в том числе их калитами я думаю что видно их на видео вокруг проходит заасфальтированная велосипедная дорожка и дорожка для прогулок гулять собаками здесь можно только на поводке вообще в израиле везде только на поводке с собаками можно гулять кроме специально отведенных мест мы знаем что здесь рядом с парком есть специальная собачья площадка для выгула собак мы сейчас туда и направляемся если вам интересно давайте вместе с нами посмотрим что же там сможем ли мы там гулять вот он пруд здесь очень много разных птичек разных животных насекомых здесь все квакает и птичек но сегодня пока мы ничего такого супер интересного не встретили мы даже недавно павлина здесь видели просто такая была удивительная встреча а увидели картинку теперь уже все стало на свои места и стало понятно почему же этот парк называется зимний прад пруд вот это лето он высыхает полностью ничего не остается от воды это зима зимой он наполняется за счет дождей за счет того что все сюда сливается стекается со всех ливнева города смотрите какая красота такое яркое-яркое пятно маков напоминаю у нас февраль и вот мы подошли к этой собачьей площадке в принципе она интересна оборудована довольно большая но во-первых довольно грязно здесь все в глине я думаю потом с трудом будем их отмывать и собаки которые здесь резвятся они далеко не наши весовой категории поэтому страшно опасными туда вряд ли сможем когда-то ходить и плюсы дырки в заборе внизу поэтому если моня или миша испугаться для них убежать отсюда не составит труда выскочит и тоже будет довольно проблематично потом их отыскать поэтому я думаю что мы будем искать другие альтернативные места для прогулок одно из таких мест я думаю что море потому что пляж очень большой если в глубь далеко-далеко уйти где людей никого нет я думаю вполне сможем их там отпускать ну посмотрим проэкспериментируем по крайней мере мы сегодня еще запланировали посмотреть несколько достопримечательностей это большой новый мост через дорогу который почему-то все не любят не очень хорошо отзывы про него считать некрасивым ну пойдем посмотрим и еще рядышком с нами находится заповедник пурпурных ирисов туда с собаками можно ходить поэтому мы с собаками туда сейчас направляемся посмотрим и все расскажем вам здесь также одно удивительное явление с горы хермон привозят снег для детей так как страна южная своего снега здесь практически не бывает для того чтобы ребята могли повеселиться поиграть снежки снег сюда привозят вот вы можете отсюда видеть вот такие вот кучи снега стоп очень жарко очень тепло на улице и видеть снег ну просто как-то в голове не укладывается что такие две вещи граничит между собой снег и такая жара в этом парке очень-очень много всего интересного здесь и скейт-зона огромная для детей где они катаются на скейтах и можно позаниматься огромная сзади шашлычная зона зона барбекю для пикников которая полностью оборудована вот эта рощица мне особенно понравилась потому что здесь деревья обрезаны и такие причудливые формы в итоге получились вообще просто здорово и круто просто если подробно обо всем рассказывать это займет очень-очень много времени не хочу много времени у вас занимать поэтому мы по основным достопримечательностям сейчас прибежимся ну это тоже обратите внимание пусть в памяти останется ну вот он собственно мост которому мы направляемся сейчас не знаю как кому но мне кажется очень интересным очень в такой необычной форме прикольный классный мост мы на мосту отсюда можно видеть Средиземное море сегодня такая дымка я вот не знаю или это какая-то пулевая буря такая небольшая остатки или это просто какие-то испарения поднимаются пока не знаю не буду говорить вот здесь отсюда уже можно видеть начало этого заповедника покурных ирисов вот там они обозначены такой металлической конструкции вот мы мост прошли он очень симпатичный очень интересный ну конечно лучше на него вечером смотреть потому что он подсвечивается со всех сторон но пока мы увидели его так центральный вход заповедника сейчас на реконструкцию поэтому мы сейчас вдоль забора будем обходить его с другой стороны мы остановились возле такого симпатичного фонтанчика вода точит сами такое интересное от него такая свежесть идет такой холодочек мы здесь решили остановиться тоже чтобы собаки как всегда с собой водичка они уже твою боилочку знают водоплёк водоплёк на то что будет жарко в них они вот так в такой сеточке они тоненькие поэтому они дышат но зато может быть от каких-то паразитов они нас спасут я надеюсь что если кто-то на них и позарится нападет что они останутся на май поэтому такая дополнительная защита для них вот здесь обозначена примерная карта заповедника так понимаю что это центральный вход и вот так дальше это все расходится и вот такие интересные животные там обитают Вот мы в самом заповеднике сейчас находимся Здесь такой небольшой кусочек территории Который остался нетронутым городом Вокруг были такие многоэтажные дома Современные постройки Здесь все довольно просто сделано Такие ограждения веревочные Заходить за них нельзя, соответственно Ну и здесь вот видно Именно сами эти пурпурные ирисы Которые являются главной достопримечательностью Как я понимаю Ну кроме них здесь много интересных растений различных Ну они конечно очень так Выделяются на общем фоне Очень необычные, такого нигде не видела Сложно сказать какой же у них все-таки Период цветения Когда считается их сезон Ну здесь мы можем видеть, что очень много Нераскрывшихся бутонов Значит еще они будут нас радовать и радовать Вот мы подошли к ним поближе Они не везде с заграждением Иногда они выползают сюда на дорожке На самом деле они очень и очень красивые Они очень крупные Они такого непонятного цвета Черный, переходящий в такой Насыщенный-насыщенный фиолетовый цвет Нежные такие лепесточки Очень красивые, очень Вот нашли такой симпатичный островочек Такая группа очень красивой ирисов Они такие свеженькие Такие прям ровненькие Красивые-красивые Такой куст шикарный Он еще будет цвести и цвести Смотрите сколько бутонов еще не распустившихся Мне еще очень понравился Вот эти вот кусты Которые с маленькими-с маленькими Такими красивыми белыми цветочками Они даже немножко пахнут Такой аромат от них исходит Нужно будет потом в интернете найти Посмотреть, как оно называется Если кто-то знает, что это Пишите в комментариях Очень интересно узнать Мне очень хочется подняться туда наверх И посмотреть на все сверху Я думаю, будет отличный и замечательный вид Идемте Мы наверху Подняться, конечно, было нелегко Подъем не очень большой Но здесь очень много песка И поэтому ноги вязаны Тяжело Но подъем этого стоил Здесь очень красиво сверху Море отсюда видно Сегодня такой хороший солнечный день Поэтому прогулка наша удалась Такой здоровый капец Видели барсука Он, конечно, далековато от нас Но можно его рассмотреть Девушки отдыхают Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...